Так, уважаемые коллеги, уже председатели, спасибо за предоставленную возможность выступить. Ну, я не топ десятка хирургов, которые занимаются саркомами, да, но, тем не менее, я попытаюсь представить наш опыт работы с местно распространенными саркомами, как они, наше подразделение мультидисциплинарной команды. Ну, кратко, вводно, да, саркомы объединяют разнородную группу, годовая заболеваемость по-прежнему остается приблизительно в 50 случаев на миллион населения, и показать не меняется, это менее 1% всех злокачественных опухолей. Медиана выживаемости по-прежнему 11 месяцев. Ну, какие основы лечения местно распространенных форм саркомами и тканями? Это, конечно, в первую очередь селекция пациентов, первичный отбор этих пациентов для выполнения реконструктивных пластических операций. Это расположение опухоли, размер опухоли, глубина инвазии, распространенность и, конечно, оценка генеризации опухолевого процесса. Опять же, уже все говорили, это мультидисциплинарный подход, то есть взвешенное решение о том, что мы будем проводить лечение местно распространенной формы. И, конечно, основа – это реконструктивная хирургия. Что подразумевает под собой адекватный объем при удалении саркома мягких тканей? Ну, конечно, это опухоли больше 10 см, R0-резекция, и примерно здесь адекватный объем при R0-резекции допустим только в 60-70% случаев. К сожалению, зачастую выполняются так называемые подоптимальные резекции, подоптимальные операции, которые состоят в 10-12% случаев. Но основной проблемой здесь, конечно, это вовлечение в опухолевый процесс крупных сосудов и дефицит кожных покровов, где опухолевая ткань может поражать. Вероятность локального рецидива после операции 65%. Какие токсические позиции рассматриваются? Ну, первое – это вот два, это красная линия резекции 2 см вокруг опухоли, это объем резекции и планирование до операции в зависимости от объема удаляемой опухоли и отказ от фрегментации удаляемой опухоли, то есть проведение моноблочной резекции. Неадвокатные объемы оперативных мешателей. Ну, что здесь сопровождаются? Ну, в первую очередь, конечно, страх. Страх обнажить жизненно важные структуры, кость, сухожилия, сосудистый нервный пучок. Страх осложнения, связанные с воскулизацией перемещаемого трансплантата. И страх не сохранить структурную функцию конечности. Реконструктивная хирургия в данном случае – это, конечно, конек в лечении местно распространенных форм. И это один из самых сложных и разносторонних разделов медицины. Сопровождается восстановление утраченной или деформированной части организма человека, то есть это анатомические и функциональные отношения. Тесность всегда связана с эстетической пластикой хирургии, то есть не только важно убрать и заместить дефект, важно, чтобы конечность, она была дееспособной, то есть пациент смог пользоваться ей в той или иной объеме. Решение показаний проведения с охранных операций больных с местно распространенными опухолями. Важно подчеркнуть, что стандарта алгоритма для реконструктивных операций нет. Какие причины? Все-таки это низкая частота возникновения. Нет типичных ситуаций, то есть опухоли могут возникнуть на любом участке, верхней или нижней конечестве, в любом участке забрешенных пространств. Поэтому сформировать какую-то единую группу, что опухоль возникла в этом месте и вот замещается дефект так, нет. Опять же, разные объемы опухолевой ткани, разные участки извязнения опухоли, то есть много-много-много тех моментов, которые не позволяют просто привести какие-то типичные вещи. Но, конечно, мы все следуем постулатам пластической медицины, где действительно есть определенные правила. Я не буду касаться именно того, как надо делать, потому что это заняло большую совершенно лекцию, как подбирать лоскуты, как перемещать лоскуты, как относиться к деформации и так далее. Поэтому будем останавливаться просто на так или иначе основах. Дополнительно, что здесь следует сказать, что используемые неодевантные методы лечения. Конечно, всегда используемые какие-то неодевантные методы лечения, будь то изолиная региональная перфузия конечности, проведение на одевантном режиме лучевой терапии, используемые внутриартериальные химиотерапии. Конечно, это усугубляет все моменты для проведения дальнейшего реконструктивных операций, ввиду усугубления просто воскулизации тех питающих участков на конечности. Время проведения онкологической резекции, то есть отсрочка в динамике, конечно, тоже тут немаловажный момент. Это расположение и размер дефекта, как я говорил, что опять же расположение опухолевого объема может быть незакономерным. И объем потери ткани, то есть это мышцы, сухожжение, кровеносные сосуды и нервы. Но вот вопреки всему, когда мы хотим выполнить вроде бы реконструктивную операцию и вроде бы все подходит, к сожалению, вот такой объем опухолевой массы с распадом, кровотечением, конечно, хочется сохранить конечность. Но, к сожалению, я вот не провожу здесь данные о магнитно-резонансной томографии, фактически в данной конечности имеются уже микроэмболы, микрометастазы. И, конечно, проведение каких-то органосохранных операций, пластической операции, она всегда не оправдана. В данном случае даже имелась опухолеинфильтрация в области суставов. Поэтому, конечно, к сожалению, во всех случаях нам удается спасти конечность. К сожалению, следует признать, что утрата конечность в данном случае является оптимальной. Вместе с тем, вот тоже слайд. Радиоиндуцированная опухоль. Пациентка в 2001 году перенесла операцию по поводу рака молочной железы, потом стандартное лечение. Почевая терапия. И вот спустя долгое время у пациентки развивается такая радиоиндуцированная опухоль, которая даже прибегая всем многочисленные конструктивные моменты, сохранить ни конечности, ни избежать такую выраженную деформацию не удается. Но вместе с тем, да, есть стандартный достаточный момент. Вот, к сожалению, не нашел своих, уже в такую рутинную практику вышли эти кожные лоскуты свободные, что не нашли даже своего какого-то. Но стандартный достаточно является первым этапом, когда хочется просто удалить опухолевое образование и сразу заместить дефект каким-нибудь кожным лоскутом. Но вместе с этим, опять же, вот такой из клинических примеров, у пациентки повторный рецидив опухолевых тканей. При этом пациентка уже оперировалась в объеме удаления опухолевых мягких тканей с использованием ТДЛ лоскута, только дозвального лоскута. И вот повторный рецидив, который потребовал таких повторных вмешательств, да, то есть, опять же, повторно использован ТДЛ лоскута, только дозвального лоскута у данной пациентки. Опять же, образование на голени, вы видите, небольшое, казалось бы, образование, но попыток укрыть дефект местным каменем тоже отсутствует. Поэтому и в данном случае, как бы, пригодятся такие методики, как реконструктивно-пластический вид, уже, как бы, пересадка сурального кожного лоскута. Ну, вот, опять же, еще один момент. Пациентке образование мягкотканное верифицировано, как липосаркома, образование в области ахиллового сухожилия. Первично, конечно, это выглядит все неоперально, но нам удалось все-таки выполнить оперативное вмешательство, и вот такой, как бы, тоже суральный компонент был перемещен, и дефект уже был замещен свободным кожным лоскутом. Ну, вот пациенту уже порядка пяти лет он у нас лечится, к сожалению, у него имеется в настоящий момент прогрессивное заболевание, но вот здесь, на данный план, как бы, вышла вторая линия эребулина, и пациент уже вот год находится на этой линии, это достаточно хороший эффект. Какой факт следует признать, да, что из-за продолжительного хирургического вмешательства и длительных периодов постельного режима в сочетании с иммуносупрессивной терапией ассоциируется с большим количеством послеоперационных фотослажек? Конечно, это множественное отторжение лоскутов, но кто говорит, что это вот такая действительно беспокойная методика, которую можно замещать, и все в порядке, да, нет, есть масса осложнений, есть нарушение в эскуализации этих тканей, поэтому, конечно, фактически на каждого пятого пациента, наверное, приходится вот такой вид осложнений, который приходится решать. Зачастую, конечно, не избежать и фатальных осложнений, когда и нужно прибегать уже к выполнению колечащих операций. Ну вот, на чем бы хотелось остановиться, это вот отдельная тема, это реконструкция крупных сосудистых пучков, анализ нашей группы 2015-2018 год, нами проанализировано 38 случаев пациента с вылечением сосудистого пучка. Исследование наше представляло собой попытку изучить возможность проведения операции по сохранению коничества в заданной модели пациента. Онкологические результаты, связанные с хирургическими вмешательствами, сравнены с результатами представленных в международной и отечественной литературе. Модели пациентов. У всех пациентов было выявлено сосудистые вовлечения в опухолевый процесс, диагностированные до операции. Средняя продолжительность показателей симптома боли составляла порядка 4 месяцев, в пределах от 3 до 6 месяцев. Все пациенты были подвергнуты МРТ, ангиографии, подтверждения вовлечения в опухолевый процесс крупных сосудов. Также все пациенты были подвергнуты Доплевскому исследованию, которое показало потерю трехфазного потока. И стандартный набор диагностического поиска на отсутствие генерализации опухолевого процесса. Какой протокол динамического наблюдения? Достаточно стандартный, как у всех онкологических пациентов. Единственное, что отличало, это большая череда Доплевских исследований один раз в год. При наличии жалоб у пациентов их оценивать с помощью визуализации в любое время наблюдения. Всего было прооперевено 124 пациента. Из них с поражением артерии и вены 4 пациента. Простите, 2-4 тут ошибка. 4 пациента с поражением артерии и вены. Поражение 12 пациентов было с поражением артерии. Поражение вены 22 пациента и без инвазии 86 пациентов. Характеристика опухолевая. Нижняя конечность приобрела дала. В данном случае 15 пациентов с локализацией бедро. Верхняя конечность порядка 8 пациентов. Это были представлены локализации плечо. По гистологическому типу преобладили плеоморфные вентяно-клещные сарковы. Но преимущественно дифференцировки мы не придерживались. При этом стоит признать, что повторных операций присутствовало в 2 раза больше. То есть клеща шла преимущественно о рецидивных новообразованиях. Какие резервуары в данном случае использовались? Первые 9 пациентов используют реконструкцию только артерии. Это отологичная подкожная вена. В 22 случаях только вена отологичная, это также подкожная вена. В 3 случаях только артерия отологическая подкожная вена. И 4 случая артерии отологической подкожной вены и сосудистый протез. По комбинированному лечению. На адвиватное системное лечение 6 пациентов. При операционном облачении 5 пациентов. И после операционного облучения 7 пациентов. Такая группа составила порядка 47%. При этом локальный рецидив был отмечен у 5 пациентов после выполнения реконструктивных операций. Генериализация опухолевого процесса 7 пациентов в динамическом наблюдении. Но и осложнение. Это, как правило, сосудистая недостаточность. Не отмечалось отек нижней конечности. Требуло консервативное достаточное введение. Это компрессионное белье и физические упражнения. Два пациента. Была незначительная уровневая инфекция. По данным 68% после проведения предоперационной лучевой терапии. Ну вот один из клинических случаев. Объемное образование на поверхности бедра. Пациент выполнил МРТ контроль. И выполнил удаление с одновременной реконструкции артерии и пластикой вены. Вот препарат на удаленной части. Также другой клинический случай. В данном случае объемное оперативное вмешательство писталов через подвздошную внутребрюшную резекцию справа с индивидуальной эндопротезией тазобедренной сустава и протезивной бедренной артерии. Ввиду предвижения мягкотканного компонента. В данном случае произведено как раз протезирование подвздошной артерии. Сосудистая реконструкция при опухолеопорно-двигательного аппарата позволяет увеличить число органно-сохранных операций, наибольшая радикальность выполнения оперативных вмешательств и минимальная частота осложнений. Мультимодальный подход к лечению и достижение хороших функциональных результатов улучшает качество жизни таких пациентов. Необходимость венозной реконструкции после резекции обсуждается в контексте риска венозного стаса, оттека нижней конечности и результированного снижения артериальной перфузии. Ну и в заключение хочется сказать, что опухолеопорно-инвазия магистрального сосуда не является противопоказанием к выполнению радикального вмешательства. Решение возможности комбинированного вмешательства увеличить процент выполнения радикальных оперативных вмешательств и сохранения конечности. А удаление сарком оправдан даже в случаях инвазии опухоли в сосудистые точки и поражения избыточного кожного покрова. Спасибо. Продолжение следует...